И всем привет, ребят! С вами Страйк, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. И сегодня мы на нашем основном аккаунте будем тестировать новое обновленное устройство на Страйкер. Если же у нас предыдущий обзор был на Страйкер с оглушением, то сегодня мы будем обозревать бронебойную боеголовку. Это то устройство, которое работает так же, как и охотник. В сводке имеет один выстрел, который сводится довольно быстро. И наносит статус эффект пробития. Плюс это устройство апнули, и теперь каждый критический выстрел так же дает пробитие. Посмотрим, что он из себя представляет в рамках матчмейкингового боя. По дрону, конечно же, мы сегодня будем использовать Гипериона под этого Страйкера. Ну и пикаем в матчмейкинг. По режиму я бы, наверное, сыграл бы TDM-очку. Дефолтную стандартную TDM-ку под Диктатора. С таким устройством я считаю, что это один из лучших режимов. Можно, конечно, пробовать его реализовывать и в каком-нибудь регби, и в каком-нибудь CTF-е. Но TDM-очка это то, что нам, я считаю, нужно. Ну и там, где я надеюсь, что не будет большого количества иммунитетов от пробития, и меня закидывают уже в начатый бой. Где мы, честно говоря, проигрываем без шансов. Стоит ли сыграть эту катку или лучше ее перепикнуть? Я не знаю, но нанос пробития. У нас работает даже после первой сводки. Остается это пробитие? Серьезно? Так это... Так это же лютая имба. Ты можешь на постоянной основе давать сводку с пробитием? Офигеть! Ладно, давайте мы перепикнем этот бой. Я увидел, что там еще есть знакомый игрок против, поэтому давайте мы перепикнем, но... Офигеть! Ну и плюс мы звание получили, то есть смысл нам играть этот бой без получения звания, если мы можем просто перепикнуть каточку. Но я удивлен. Я уже удивлен. Очень приятно, причем удивлен. Если даешь сводку, пробитие успевает работать еще до следующей сводки. То есть ты на постоянной сводке можешь держать противника и давать ему постоянно пробитие. Безумнейшая вещь. Очень безумная вещь. Это может очень серьезно работать. Прям безумно жестко может работать. И я особо не видел, чтобы в матчмейкинге кто-то использовал это устройство. Если вам честно сказать. Особо не видел, чтобы игроки были заинтересованы в этом устройстве. Как-то все обходят его стороной, не берут его. Так, давайте перепикнем эту заданочку. И нас запикивает в каточку. Очень интересное начало. Очень, очень интригующее даже, я бы сказал, начало. Такого я не ожидал. Поворотика событий. Так, нас запикивает уже тоже в еще одну начатую катку. Ну а здесь уже катка более равная и более сначала. Так, нужно конечно же не забывать, что у меня здесь дистанционки нету. И возможности дополнительной... Дополнительного выстрела у меня нет. Поэтому первый выстрел всегда у нас летит со сводкой. Первый всегда со сводкой. Наносим пробитие по противнику. И дальше добавляем обычку. Не успел я добавить. Шар меня набрил. Блин, что у них по иммунитетам? Два, три. Три иммунитета от пробития есть у противника. Но это уже неплохо. Это уже неплохо. Где-то он может их подсевить. Оп, пробитие есть. Оп, добавочка сразу сверху. Блин, ну это жестко. Пробуем. Сводочка. Блин, два противника улетело на респ. Давайте пробовать где-то тут вжимать фланг. Раз, сводкин. Добавкин. Еще добавкин. Два выстрела можно успеть. Офигеть, два выстрела можно успеть дать. И критом забрал от стены. Хорошо, шикарно. Шикарная работа. Так, пробуем сейвиться у них на базе. Пробуем сейвиться у них на базе. Пробуем добавлять урончик. Ага. Ой, хорошо. Криточек залетает в упорчики. Добавкин. Да тут можно еще и без сводки давать неплохие тычки. Резав-то от страйкера в нашем матчмейкинге на сегодняшний день нету. Сводка. Добавка. Две четыреста. Хоп. Критов еще дофига. Залетает. Очень много критов. Два выстрела. Бах. Крит следующим. Просто сразу же. Оп. Сводочку. Оп. А, иммунитетик у молодого. Но, блин, Гиперион как смотрится. Еще крит сюда заехал. Добавкина. Добавкина обязательно. Хорошо. Контролим 90%. Блин, сейчас бы выжить. Ах, овердрайв меня вжимает. Десять к двум уже. Жесть. Чел пишет читы. Чел пишет читы. Надеюсь, что это не меня он пишет. Я не читер. Я не читер. Так. Добавкин. Хорошо. Тычка залетает. Пробуем сразу выжимать фланг. Оп. Урончик со сводочки. Ай, не успел. Надо, конечно, чуть-чуть раньше сводиться. Так, сводочка есть? Добавочка. Ой, хорошо. Так, Титан Купол жмет. Ладно. А, если у него нет иммунки от пробития. А, нету иммунки от пробития! Изи было бы, если бы я успел его забрать. Я совсем забыл, что я с пробитием. У меня Купол не помеха. Офигеть. Но это жестко. Честно, это жестко. Куда ты такую тему грязную можешь делать? Это жестко. Оп. 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 Ай, не успел чуть откатиться. В стенку врезался. Бой, он, 12 килов уже в рамках такого боя. Так, давайте возьмем... Вожмем сейчас здесь овердрайв где-нибудь. Давайте такой жмем. Тут по тиммейтам расходку раздать. Бах. Бах. Критами пробития. А, у них иммунитетка. Иммунитетик это неплохая вещь. Но все равно добавка хорошая. Вкусная добавочка. Вкусная добавочка. Водочку не успел тушить. Бэм, бодряк. А, нет, не было иммунитета. Не понял. А почему тогда с крита не нанесется статус-эффект? Не наносится статус-эффект с крита? С этим устройством. Мне кажется, должен наноситься, по идее. По идее, должен наноситься. Но его не было. Под критом. Может быть, они для этого устройства работу какую-то другую сделали? Блин, ну, я иду вправо. Я иду вправо. Вправо очень жестко. Прям очень жестко. Это работает страйкер. Сводочка. 2400. Отлично. О, 2400. 2000. Так, пробуем сводку. Есть. Есть. 1800. Еще 1800. Афигеть. Ба, это очень жестко. Это прям безумно жестко. Ты отдаешь пробитие. Так, у этого иммунитет. Тогда можно его обычными страйкерами. И самое жесткое, что от страйкера еще резов нет. Нету резов. А, может быть, там аптечка была прожата просто у противника тогда, когда я кидал урон. Ну ладно, в любом случае сейчас. У нас еще криты будут. Мы еще разочек как минимум успеем проверить. Снад скиллов. Блин, ну, интерес устройство. Очень интерес, если честно. Очень интересное. И неожиданное такое для меня. Я думал, например, что устройство с оглушением смотрится куда жестче, чем устройство с пробитием. Но вот сейчас, по ходу этого боя, я для себя понимаю, что устройство с пробитием в моменте смотрится куда интереснее, чем устройство с оглушением. Это очень жестко. И количество критов, как будто по ощущениям, тоже больше, чем у устройства с оглушением. 18 на 6 на счет. При том, что нужно не забывать, что я запикался в начатый бой. Это не совсем полная катка. И... Такой результат. Это очень круто. Так. Делаем сводочку. Пичку сразу противник сжимает. Даем еще сводочку. Наносим пробитие. От пробития не играем. Делаем еще сводочку по-другому. У него иммунитет. Уже хорошо. Залетает пичка по тому, по которому я не хотел стрелять изначально. Даем еще сводочку. Добавим добавочку. 2000 супер. У Абрамыча есть иммунка? Нет, у него от оглушения. Не понял. А как такое может быть? Я даю сводку. Чел не прожимает аптеку. Но у него не наносится статус эффект. У него иммунитет от оглушения. У меня страйкер с пробития. Ничего не понял. Ладно. Давайте мы еще разочек одну проверку сделаем. Делаем такую проверочку. Будет не наноситься статус эффекта. Это очень важно. Да, наносится. Все четко. Все четко. Я уже испугался. Я уже испугался, что критами не наносится статус эффекта. Все наносится. Все четко. Все красиво. Проверочный овердрайв конечно не сработал на супер круто. Но пойдет. 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 21 килл. Блин. У меня такое ощущение, что этот страйкер можно нереально жестко реализовать. Прям нереально жестко можно его реализовать. Если на нем чуть больше поиграть, то у меня есть ощущение, что он может стать супер сильным. Супер сильным. Но нужно тоже понимать, что его эффективность будет лучше, например, той же дистанционки, только в случае, если у противника будет большое количество резистов от страйкера. Если от него резистов не будет, то в принципе особо прям большого смысла в использовании этого страйкера нет. Но так в целом, блин, я поражен, честно. Честно, я поражен. Даже вот в рамках уже этого боя, да, и ну там начало, да, то есть там 2 киллая зашел в каткидом, я не вижу уже смысла даже катать следующий бой. Потому что я уже понимаю, что этот страйкер супер интерес. Прям супер интерес. Если у вас есть это устройство на страйкер, то обязательно попробуйте его, потестируйте. Напишите, что вы думаете по поводу него, но у меня есть ощущение, что это страйкер, который, например, с тем же аресом в осаде будет очень хорошо смотреться. На диктаторе ТДМка, там, ЦТФочка, Рэкбочка, все это будет работать. Прям все будет работать. Очень круто. Очень неожиданно. И очень интересно. Не зря один молодой человек в Дискорде писал, чтобы я этот страйкерочек протестировал. Если смотришь, Кирюха, то тебе привет. Пишите, что вы думаете по поводу этого страйкера. Обязательно поддерживайте данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну а если вдруг вам колокольчики не приходят, то также не забывайте переходить на наш Дискорд сервер. Все оповещалки о стримах, о видосах в нашем Дискорд сервере приходят. Поэтому переходите. В описании ссылочка также на него имеется. Ну и, конечно же, не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры в аккаунте кемо личный тег. Это тег Team P. Устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов. Вся информация по поводу розыгрыша есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.